Эпицентром возмущения от состояния дорог в областном центре вновь стал интернет. Сегодня разговоры и вовсе перетекают в целые теории и мифы, а все потому, что выпал снег. Подтвердить или опровергнуть некоторые из них сегодня решил наш корреспондент Павел Желудев. Ему слово. Каждый вечер в Иркутске девятибальные пробки. Улицы никто не убирает. Мы все умрем. Ой, такие и подобные этим комментарии сейчас можно встретить в интернете. Народ недоволен приходом зимы и тем, что столица Восточной, на минуточку Сибири, к этому вновь оказалась не готова. Но порой за таким возмущением нет никакой реальной почвы. Но зато активно набирают популярность и превращаются в городские мифы. Одна из них гласит, снегоуборочной техники на иркутских дорогах нет. Кто-то за время бурных осадков увидел лишь одну машину, кто-то и вовсе ни разу не встретил оранжевых грузовиков. С первого взгляда на поверхность асфальта можно встать на сторону критиков, ведь дорожного покрытия под слоем грязи совсем не видно. Но не все так просто. Если мы сейчас все выведем сюда и все единицы техники, то будет колас по пробкам. У нас вся работа обычно проводится в ночное время. Но в дневное время тоже мы работаем. Сегодня мы проходили колонны полностью, почистили магистральные улицы. А по приоритетам выбираются улицы, которые больше трафика, где общественный транспорт. Бурные споры вызывает второй и не менее популярный миф о вреде песко-соляной смеси. Именно ей сейчас посыпают дороги в Иркутске. Кто-то говорит, что такой раствор благо и препятствует появлению наледи. Другие же наоборот видят в коричневой жиже главного врага машин и своего здоровья. Соль оказывает соответствующее влияние и на обувь, и на резину, и на автомобили. Соль может вызывать раздражение. Соответственно, обувь может портиться, резина может портиться. Машины могут быстрее ржаветь. Безусловно, если наблюдать какое-то засоление почвы, то там растения плохо растут. В этом смысле, конечно, соль такое влияние оказывает. Но рано утром или поздно вечером все разговоры только о скорости. Люди готовы бесконечно спорить, кто медленнее. У одних спидометр показывает 40 км в час, у других всего 5. Свои цифры дает и популярный интернет-сервис Яндекс.Пробки. И оценивает заторы на городских улицах в 8, а то и во все 9 баллов. Снег, плохое сцепление с дорогой, резины. Естественно, все едут медленнее, соблюдают дистанцию друг перед другом. Ну и на скорость, естественно, влияют. 20-30 км в час друг за другом, где-то 60. У нас везде ограничения 60 км. Но, как бы то ни было, в вопросах личного комфорта у каждого своя правда. Обильные осадки в Иркутске сойдут на нет лишь на следующей неделе. Поэтому не исключено, что зима, оставшая неожиданностью, станет поводом еще и для пары-тройки интернет-мифов. Павел Жолдев, Марина Минченко. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова